Спасибо за такой интерес к моей скромной персоне. Я хотел на самом деле в первую очередь сказать, что я еду, что 8 августа я буду уже в ваших стоп, дорогой Грундев. Да, я очень жду этого. Я волнуюсь, и как будто бы я еду уже завтра. Это вот такое ощущение праздника, встречи. Вот это меня переполняет, это главное событие. Да. 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 Грундев, чтобы я написала Гопик и помогла вам все организовать комнаты и как-то ехать. Грундев. 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 Махиния, то, о чём она говорила в начале, это следствие вот этого, скажем, стремления моего, следствие, европейская поездка — это средство для того, чтобы попасть в Индию. Вот. И он говорит, что он получил эту европейскую поездку с его театр, и это было, you know, это было, как, чтобы приехать в Индию, он нуждался на премьерном этапе, чтобы путешествовать в Европе, и потом приехать к вам. Как было? Что было? Как всё прошло? Было непросто. Было непросто. У нас возникли соответствующие ситуации сложности, и европейцы удивлялись тому, что мы вообще смогли прорваться. это невозможно было. Но те, кто попали всё-таки, смогли попасть на наш спектакль, они были счастливы. У нас были полные залы счастливых людей, счастливых и благодарных людей, которые, несмотря ни на что, всё-таки, несмотря на сложности, которые у нас сейчас присутствуют, они были очень воодушевлены и познакомились с этой собственной глубиной. Он говорит, что вообще, всё было не так мягко, потому что у нас сейчас ситуация в мире. И многие европейцы, они были удивлены, как они пришли. Потому что это было, как бы, как они сделали. Но они сделали. И они были в полном патре, и они были очень рады, и очень благодарны, и очень благодарны, и их выступления. Но это было с какой-то проблемой, и это было как... А сколько у вас городов было, и сколько представлений? У нас восемь городов было в Европе. Самый большой, получается, зал был в Таллине. Он был переполнен. 820 человек пришло. Больше не смогло просто вместить. Sorry, sorry. Я буду просто кусочками, чтобы не упускать. He's saying that they visited eight cities in Europe, and the biggest performance was in Tallinn. The hall was full. The whole theater was full, and even more. It was like over 800 people there. Yeah. Wow. Everyone was encouraged and inspired. Very good, very nice. Радует, что глубокий интерес к этому, к самопостижению, лишённой, скажем так, религиозной оболочки, зачастую отталкивающей или пугающей, религиозной оболочки, влечёт всех в любую сторону. К нам приходят непримиримые враги, и сидят рядом и узнают своё совершенство в себе. И это очень-очень-очень вдохновляет. He's saying that his theater is for those who want self-realization, but without all these religious things. And he's saying also that even enemies, they're coming to his performances, and they see the depth of their perfection due to these performances. And they came from the show, like enlightened, something like this. And he's saying that he's very glad that he is that many wants this self-realization without these strict norms of religiosity. So, for him, it's like a great pleasure. In this month, we scored the record of our theater. We scored 36 spectacles in this month, and we had more than 16 thousand viewers. And he's saying that these months, they break their record of their theater. It was only one month. It was 36 performances. And сколько зрителей? Более 16000. And more than 60 thousand audience. So, it's like their theater is about self-realization. So, he's amazed how people now, they want this. They're seeking for this without religiosity. Wow. And it's great that in such a situation, in which we are now, in such a political, in such a social situation, people, on the other hand, more interested, more interested, more interested in this what we can see this with a deep, personal, and a way of seeking this for us, it's very, very difficult. It's an important one. It's an important one. It's a of a challenge of people. It's very different. It's a different one. It's quite a different one. его поиски себя. And he's saying that now the situation is really very, very hard. It's like in social, in politics and in everything. But in spite of this, he's noticing that people, they're seeking for this unity, for these deep meanings of their lives, for self-realization. And for him, it's like amazing. That in spite of these hard times, people, they want to dive deep on their selves, in their selves. Ну вот, в общем-то, если есть какие-то вопросы ко мне, я с радостью отвечу. Вот, в целом, я поделился этой эмоцией. одинаковости, скажем так, одинаковые духовные устремлённости по обе стороны, скажем так, конфликта, если можно сказать, политического конфликта. Духовная устремлённость, она яркая, глубокая у всех, у всех, кто приходил к нам. And he's saying that, he noticed that the same very strong spiritual aspirations from both sides of this conflict, world conflict, he sees, and for him, it's like, he's glad that in spite of all of this, the aspiration is very-very high and very deep in people from both sides. And he's saying that I don't know about it. Об этом говорят и слёзы, и отзывы, и овации, которые стали для нас уже чем-то привычным. И вот европейские овации — это непростой зритель, имеется в виду, он внимательный, он строгий зритель. и его овации они стоят недёшево. And he's saying that the audience from Europe is different than here, and it's like more strict, they're more attentive, maybe they're less emotional. Они менее эмоциональны? Они менее эмоциональны, да. They're less emotional, but on their performances they were crying, and they were clapping like ovations, making these ovations. And for him, it's like a big sign that the people there also have very high inspiration to go deep in themselves. in themselves. On this one? Ну вот. Всё, я более не смею задерживать внимание. Домодар, скажи, вот как ты с помощью театра доносишь? Через право. Я не смогу методику рассказать, потому что мы записываем, мы в записи всё делаем, я не смею раскрывать эти технологии, но скажу, что главным здесь является бхава сама. Я использую метод баджанакрии здесь. И есть управляющие образы и целая система драматургическая составляющая, составляющая актёрская, то есть как актёры, соответственно, технология, особая технология. Можно я буду переводить? Да. Я потом потеряю миссель. And Radha Raman Prabhu, he was asking to tell a little bit about the speciality of the theater of Damodar Prabhu. And he's saying that their theater is based on baph. They're putting the baph into performance to translate to audience. And also he's saying that the managing theme is these images and the perfect play of actors. И что ещё? Это система. Да, это система. Целая система. баджан-акри. Да, баджан-акри. Можете повторить вот это вот? Что именно? Про баджан-акри. Да, это действие. Опять же, как в баджане важна крия, что я делаю. Это вот что я делаю там, зачем я это делаю. Что я чувствую. Это важно, потому что мы есть чувства. Мы есть вечное чувство. He's using the method of bhajana-крия in his place. he's saying that it's very important what actors they're doing and also what feelings they're translating because we are like eternal feeling and we need to develop feelings. So his theater is helping to develop their feelings to help the audience to enclose their feelings. Есть целая технология таким образом ну а похоже на общение садху, потому что то, что чувствует садху к тому образу, который он описывает словами, то, что он чувствует вот эта бхава, она переходит, она является инициирующим началом для того, кто слушает, для слушающего, для садхаки. И здесь... He's saying the same method, sorry, кусочками, просто я не смогу хорошо перевести. And he's saying that the method is the same as we are talking, we are in Sadhu Sangha, we are talking to Sadhu, because when the Sadhu is describing the image, the person he loves, so he's giving us his feelings. So his theater is also based on this, on translation of the feelings of love. И артист здесь, он транслирует образы, он входит в отношения с сверхсознательными образами, соответственно, и внутри, я уже начинаю глубокую технологию идти, ну то есть так или иначе он это метод интерперсональной трансляции образа. Он транслирует и то, что он чувствует по отношению к сверхсознательному, чувствует и зритель. То есть у зрителя это распаковывается индивидуально, и каждый зритель видит свое собственное неповторимое кино. где есть главный сверхсознательный образ и его отношение к нему, отношение зрителя по-другому, по-другому, суперсознательный видит, и каждый изображен изображен И вот это чувство, которое возникает у зрителя, оно является целевым, то чувство к сверхсознательному является целевым. И у каждого зрителя это сверхсознательное своё. Здесь как раз мы лишаем религиозной подоплёки, и у каждого зрителя сверхсознательное распаковывается по-своему. Поэтому здесь нет насилия, но есть реальный эффект соприкосновения, соприкосновения с тайной своего бытия, соприкосновения со своим мистическим содержанием. Он сказал, что он использует очень, очень лично, потому что для каждого зрителя, это его собственная способность, to relate with the actor on the scene. И the actor is making the audience to get in touch with their super-consciousness. И это очень, очень лично практика для каждого. И Дамодар Прабухи sees that it's working. It's working very good and nice to get in contact with the inner self and to feel their feelings and love and to be in touch with this super-consciousness. И это отличие, не просто ярчайшее отличие, это начало новой эры. Мы потом познакомим, позже познакомим весь мир, познакомим с этой технологией, и она рано или поздно укоренится и станет уже привычной не только в театральной среде, но и в обыкновенной жизни, обычной жизни. Это способ взаимоотношения с людьми, иной способ взаимоотношения, иной способ существования. Мы поделимся, мы будем делиться этими открытиями, которые пришли к нам. He's saying that this technology is quite unique in the theater world, and it's very, very different from what is using now in this theater, how to say, in common theater. And he wants this technology, he wants to share this and to spread this technology in all the theater, that it should be normal for everyone. Because now the common theater is very, very different. It's not so effective. And he's saying here and spread through all this theater world this technology. И однажды вы увидите, как Гвинда Мохини выходит на сцену и совершенно неподражаемым образом становится и и драматургом того, что она является, и режиссёром того, что она является, и актрисой того, что она является, и она будет чувствовать особенную бхаву к тому образу, к сверхсознательному образу, который проявлен в её творении. И это будут чувствовать все. И она почувствует особенное счастье, вот это вот синергетическое счастье не просто сцены, а единство, родство со всеми зрителями, которые будут наблюдать это восхищённое действие. Однажды это случится, я верю в это. она любопытная. Камадара Прабу, можно это на правах последней, самой топливой кандидат? Маленький вопрос. Извини, что я ход твоей мысли прерываю. Я хотел бы, чтобы ты сегодня, почитай нам, вот мы идём по очереди, Шишерат Хасасханитки, по-моему, 24-й, да, Гавин Дамахин, или 25-й стих? Так, а читать-то на английском надо. А я-то не смогу. Он будет, ты будешь на английский переводить, Гавин Дамахин. Мне будет сложно. Очень-очень сложно, пожалуйста. Это очень сложно, потому что у меня на телефоне тексты, а я с него, я не смогу, я не такой специалист. Нет, книжки у меня нет, я надеюсь, что однажды она у меня появится, но их продажи нет сейчас. По брендаване? По брендаване, может быть, я куплю, да, возможно. Я жду этого, этого счастья. Бумажные мне нравятся гораздо большие варианты. Эти фолианты я жду в руках, жду, мечтаю об этом. Дамодар, ну давай, может быть, что-то ты расскажешь, какую-то историю. Вот прям реально, вот еще Шишерат Хасасханитхи, то, что мы, пока тебя не было, я прям зажду, чтобы ты поделился. Вот какое-то переживание своим, Баба. Ну, у нас победено, пока тебя не было. Тут кундала, все делились, сейчас твоя очередь. Рады, рады. Рады, рады. Спасибо, дорогой мой. Я буду переводить, потому что я прошу прощения, потому что те, кто русский не понимает, они очень страдают, что мы очень много говорим, они ничего не понимают. Поэтому я буду, как бы, вклиниваться. Рада Говинда, now he's asking Дамодар Prabhu to share something, to stay with us, not to switch off, and to share, because he's saying that we have this sharing mode, and last time, Kundalata Didi was sharing, and he invited Jagatama, and he also wants to hear from Дамодар Prabhu his feelings. Рады, Раса Судани, he's asking him not to switch off, and to share something. Окей, Махарат? Да, я по другому пути пойду, я пойду по пути картин, я неспешно двигаюсь, очень неспешно, я не могу выдержать больше одного стиха в день, иногда в два, в три дня, поэтому я сейчас захвачен стихом, когда Вриндаван, ночной Вриндаван озаряется лучами короны Шримати Радвики, которая идет, неспешно идет на танец, на танец Раса, ее ведут, и там ее ведут, и я знаю, что там и Гурманжари, и там ее окружают бережно в полном Шрингаре, ведут ее. Вот эта картина, она стоит, и сегодня, когда Гаминда Махини с супругом играли, я слышал эти вот звон колокольчиков, звон ее колокольчного пояса, звон ее ножных колокольчиков, у меня эта картина, она стоит несколько дней, и я дальше не иду этого стиха, потому что я другой, я медленный, я медленно усваиваюсь, усваиваю все, я больше одной лекции, не могу в день слушать иногда, ну вот, меня эта картина захватила. Ой, надо же переводить, да? Я тоже Дамодара поставлю одни. Одна игра меня три-четыре дня держит, вот один стих, я не могу выйти, вот мне надо следующий, чтобы перейти. Рады, рады. Рады, рады. Про вас, мы знаем, много радых про ваш баджан. Рады Говинда, he asked to share, Дамодар, what verse now he's meditating on. And Дамодар Prabhu, he's saying that I'm very slow, I cannot run so fast, I cannot digest more than one verse and one lecture a day or maybe three, four days. and now he's saying that he's reading and meditating, he's seeing actually the picture, how Radhika, it's like from Brother Rasa Sudhanidhi, and how the whole forest of Vrindavan, the night forest, is enlightened with the light from the crown of Radhika and Manjeris, they are taking her to the Rasa dance and they are going very, very slowly because she is in full Shringar. Radhika is completely beautified with all her ornaments and Manjeris there very carefully, they are taking her and pushing her and helping her to come to her beloved to Rasa dance and he's saying that I cannot endure more, I need to be stuck in one picture and to relish this for a very long time and today when we were playing Kirtan he's saying that I heard these ankle bells how Radhika with her Manjeris how they are slowly how they are coming going so his meditation now is like this picture can be ification maybe Kirtan Kirtan обсуждая то, зачем они пришли сюда ночью, замужняя женщина. Что он тут делает? Отправлял их обратно, чем приводил их в гнев. Он шутил с ними. Но когда показался свет, подобный солнечному, когда он увидел сияние свамини, он перестал шутить. Ему оказалось уже не до шуток. Ему оказалось уже не до шуток. Прошу прощения. Я просто тоже частями, чтобы не упустить ваши слова. И также он recalls how Krishna, how he's telling jokes with all the gopis who came hearing his flute playing. and they're like not decorated or decorated completely in a proper way. and Krishna is joking and he's saying, why you came here? You're a married woman, chaste housewife. Why you came here? What do you want from me? And he is completely in jokes. But when he saw how the forest is illuminated with the radical light, so he's not joking anymore, he became more serious. and he's not joking. And he was like, yeah, what do you want from me? And I'm sorry, I'm sorry. каждый элемент можно когда ее когда вот этот когда ее шаг вдруг замедляется когда она видит видит его он замечает ее и это вот и и переполняют чувства и его переполняют чувства это вот особенно и особенно и счастье которое передается манджаре вот это вот особенно и счастье который без которого не может начаться танец раса и как они неспешно будто невесту ведут ее в центр этого волшебного круга этой чакры и вот это то на то чего не может оторваться мой ум последнее время я медитирую на элементы элементы этого этой картины детализирую элементы этой картины вот я думаю что теперь он медитает на каждую часть этой картины как радико очень-оченько очень-оченько приступает кришна и кришна он остановил все его шаги потому что он заметил его любовь и манджаре они очень-оченько приступают радико к нему как братья к грунте Akта и костяк на выходе и приступает в течение кришнец и позиции и он медитает на еженебровки на каждую часть и декаблие об этом плане он выгодет и как они , когда рыбать как Pre승новал, что они знали что они чувствуют видя, как они смотрят в другом, что и радико обижает, как радико and how she is slowing down to come to him. And this scene is completely enchanting for him, and he cannot stop meditating on this. Вот этим переполнено моё сознание. Когда я перейду на следующий стих, я не знаю. Но пока я завис вот здесь, на этих капельках расы, на капельках расы, которые сияют, на кончиках ресниц Ратвики, на её красноватых глазах, на этой улыбке, которая играет вот здесь. И на том счастье, которое испытывает Манджари, как они радуются, как они счастливы, насколько они горды, как они переполнены этой гордостью за свамини, и сколько в них вот этого особенного счастья. Вот этим здесь я завис. He's saying that he's completely, he's completely freezed, he's frozen in this scene, and he don't know when he will jump to another verse and another picture. But now he's meditating on this, on eyelashes of Radhika, with small, tiny drops of Rasa on her eyelashes, on her tender smile, and her reddish foot soles. And he's meditating on this proudness, which Mangeris has for their svamini. — Вот, если я ответил на… Если я утолил твою жажду, дорогой, то вот… — Да, спасибо, Дамодар, сладостно, чарующий, чарушек. Тащил нас в эту игру. Ты скажи момент, вот ещё, ну хотя бы пять, два слова, двоих слов. Какая рада, какую они её ведут, насколько она опьянена, насколько она безумна, насколько она сладостно юна и хочет его, хочет отдать свою любовь, вот это вот настроение Манджери, однонаправленное для него. Она дышит каждым миллиметром своего дыхания, представляете, для него. Помните, Гаврина Бахиде, бусинка, когда она вдыхает, она думает, и мысли о нём, она чернеет. А когда она выдыхает её страсть, эта бусинка раскаляется до красна. Вот какая у неё жажда. Рады, Рады. Рада Говинда, now he wants to hear more. Дамодар, об этом я хотел бы услышать. Рады, Рады. Рада Говинда, he wants more, 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 more to share, more details to share. This picture of the Madars Prabhu's Bajan, and he's asking, please, can you say one more details about Radhika? How do you see what eagerness she has, what feelings she has, how she looks like? Because when Radhika is coming to her beloved, she becomes so passionate that when she's making the exhale, her nose ring becomes, this mukta on her nose ring becomes like red hot because her exhale is very, very hot because she's very, very passionate. she wants to give all her love to her beloved. So, Rada Gowinda, now he wants to hear a little bit more about this from Дамодар Prabhu. Мы так никуда не уйдем отсюда. Мы шикарно идем Дамодара. Все нормально. Полтора часа, что ты не можешь поддержать братьев и сестер в этой игре. Мы хотим, я хочу одну. Да, меня в другое, меня влечет в другое. Я, как Radhika запинается, она путается в собственных ногах. Вот здесь, и здесь нужна помощь. Вот здесь важнее, потому что она же в полном шингаре. Здесь она не сбрасывает себя. она не бежит здесь на уединенную встречу с ним. Она не снимает себя шингар. Она в этих сережках, в этих царских. Она царица. Она выглядит как царица. Она украшена как царица вся. И весь шингар должен сохранить царственность. Ее ведут как царицу, чтобы не растерялся этот царственный вид. И здесь меня больше заботит то, как она запинается. Она путается в собственных ногах. Она забывает, зачем она сюда пришла. переполнена волнением. И вот это состояние, здесь нужна помощь. И вот это состояние, чтобы поддержать ее, физически поддержать, за талию, под локоточки, поддержать тихонечко и направить. Неспешно. Прошу прощения, подождите. Просто в чате там такие благодарности за то, что мы сейчас делимся. Тоже я отвлекаюсь и могу потерять. Давайте покороче, потому что я думаю, всем очень интересно, всем, кто присутствует. And Дамодар Прабухи is saying that he sees in his picture, in his inner heart picture, he sees how she is like a queen. She is in full shringar. Because when she is moving fast, when she is going to the abisar, when she is running, she is like throwing out all her shringar, but this time no, no, not. Because she needs to be like a queen. So she is like dressed like a queen in all these heavy earrings and all these ornaments, very opulent and very away away this shringar. So she needs help. And Damodar, he is saying that my concern is to help her, to help her to move, to help her to go to her beloved. And he sees that Radhika is like her gate is unstable. He is like her steps are unstable and she is like falter. she don't know where to put her feet because she is very passionate and she wants to she is very eager and passionate. So her help as a manager is to help her to take her very carefully and not to fall down. Yes, to help her. But это сейчас ты спрашиваешь о том, меня влечёт. Вот здесь сохранить, помочь сохранить и дойти, донести, довести вот это настроение окружения манджери, сохранить её царственность, чтобы она дошла. это важно. и дальше уже следующая картина будет. Если он говорит, что медитация на как сохранить ее royal , это royal outfit, royal look Радика, как она не скрыть движения, как ее движения, как ее поддерживать, и to keep her as she is, like a queen for her beloved. Now this meditation for him now is like prominent. Сияние, 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 сияние. Вот это вот важно, потому что Браман — это её сияние. Сияние Брамана — это сияние любившей матератики. Для меня, по крайней мере. И она сияет ярче всех, физически сияет, имеется в виду её тело, испускает этот вот свет то ли расплавленного золота, то ли миллионов лун, чистейших лун. Она сияет этим счастьем встречи, вот этим вот счастьем. Её счастье физически, этот свет имеет аромат. То есть у этого света, который исходит из неё, есть аромат. То есть он заполняет собой пространство. Всё пространство заполняется этим светом, её светом, её сиянием, сиянием, который несёт аромат. И не только аромат, но и прикосновение. То есть это удивительное, вот это вот удивительное славосияние сиянием. like a million of pure moons Aura, this shining, it's not like the light, but also a smell. It's very fragrant aura, fragrant shining. And also he's saying that this shining fragrance has a touch also, the quality of touch. Да, и вкус тоже я забыл. здесь. And taste also. Вкус, да. Вот если есть какие-то, опять же, дополнения, вопросы, я не смею занимать больше времени. Я так смущён тем вниманием, которые сейчас получают от вас. Смущён им и… Маленький вопрос, последний, последний. Она, вот эта невеста, которую ведут, она… Говинда исчез. Да, ещё раз, ещё раз. Рада Говинда, ещё раз повторите, я не услышу. Да, что вот эта невеста, которую ведут, да, кимкарь на свидание, она летит, у которой ножки заплетаются, как Дамодар говорил. И надо быть рядом и помочь, передвигать за неё. Я думаю, что там её несут просто девочки, как муравьи, знаете, на спинах. Но мой вопрос, Дамодар, ну, их же много, Дамодара. Прикинь, они толпа, там если не дай бог Кришна… Урагудатки это слышал, откровение, он говорит, если что-то… У них тени мысли, что он хочет или собирается, может обидеть Радхику, а они, говорит, подползают под него, как муравьи. И вот мой вопрос, да, Дамодар, и лёгкое дополнение, ну, вот про безумие, про безумие сламени, вот её состояние, опьянение и вот безумство её, да, от любви Кришны, от её отдачи, от того, что она сейчас, она увидит его, да, как ты говорила, она видит. Меня слышно? Да. Ага, это у Рады Говинды? У меня просто тоже интернет немножко, у меня замирают картинки. Я сейчас переведу вопрос. И Рады Говинда, also, he's asking, he's saying, the last, last question, because Дамодар Prabhu, he's confessing that he's shy a little bit, that he took so much time with his words, and he's very shy to get so much attention from us, so he wants to hear, like, the class, but Рады Говинда, he's insisting that, oh, please, the last question, and small, this sharing also, like, it seems that Manjeris, because there are so many of them, so they are not just helping Radhika, this bride, fully in Shingar, in heavy Shingar, this gorgeous bride, but they are not just helping, but they can take her, like an ant, who are taking something big, and on their shoulders, they are moving this, so maybe they are putting her, and carrying her with their hands, and he wants, actually, he wants to hear about this madness of eagerness of Radhika, how she is madly eager to give her love, to her beloved, and how she wants to see him, how, yes, about her. and how she wants to see him, in a way, so... что здесь Ратика не видит никого, кроме Него. Она не видит никого, кроме Него. И меня перекинуло в другую игру, где она тоже не видела ничего. Это игра, предшествующая их первой встрече, когда Кришна танцевал на змеях Акалии, на головах змея Акалии. И Ратика прощалась с жизнью, то есть она смотрела на Него, она переживала за Него, Её удерживали, она смотрела на Него, не моргая. Она смотрела на Него, не моргая, и для неё она боялась потерять Его, она испугалась и боялась потерять вот это вот сокровище, этот сапфир танцующий на головах Акалии. И вот этот взгляд, взгляд одноправленный, не мигающий, исполненный слёз, вот этот вот взгляд, и здесь вот эта картина, она коррелирует, потому что здесь Ратика тоже одноправленный, не видит никого, ей предстоит танцевать, ей предстоит танцевать вместе. Там он танцевал, там он танцевал один для неё, и он не видел никого, кроме неё. И он делился этим со своими ближайшими друзьями, что он не видит, что это лицо, эти глаза стоят перед ним, он не может их забыть. Вот он говорил об этом, делился этим. И здесь им предстоит танцевать. Да, да. And he's saying that he sees, he, how to say, Radha Govinda was asking about her eagerness, and Damodar, he is replying that now he sees this, he wants to describe this, how Radhika is looking to Krishna, her, this eyesight on him. And he's saying that now he's like in another lila with the same, this eyesight of Radhika with the same looking at Krishna. When Krishna was dancing on Kaliya, Kaliya's heads, like a moving sapphire, the Radhika was also looking to him. one-pointedly and madly, and she was very frightened, and she, she was, she loves him so much, and she does not want to lose him, and she does not want to be separated from him. So her eyesight was with tears, and with eagerness, and with, with full specter of emotions, but very one-pointed. She didn't see anyone, but, but him. And at that time, but that time, Krishna was dancing alone, and this time, when, uh, Manjari said, taking her as a queen to the rasa dance, they will, they will be dancing together, finally. And she has the same one-pointed eagerness, and this eyesight, looking at him, only at him. for her, there, there is no one, but only him. So it's like the same, uh, the same eagerness, and the same one-pointedness in her eyesight, when she is looking to her beloved, as in that, uh, game, in the, in that Lila with the Kalea. like that. Right. Вот это, 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 вот здесь у меня, вот с этим, с этим, с этим немигающим, этот немигающий взгляд, взгляд, исполненный одновременно и боли, и боли, и радости, и стольких чувств, стольких эмоций разных. О каждой можно, опять же, о каждой эмоции можно говорить. He's saying that your eyesight is unblinking. She is not blinking, and inside her eyes, it's all her feelings, it's in happiness and distress also. And she's a little bit frightened. And all her emotions are in her sight. And he's saying that on every emotion we can speak like many, many hours on each and every emotion of Ratzika. И в словах это невозможно передать. Имеется в виду, невозможно передать это. Это проживается как Махаправу. Кришна не может стать Ратикой. Он должен сохранить субъективность. И чтобы получить тот плод, который он хочет получить, он должен сохранить свою субъективность. А для этого он должен принять умостроение манджари. И манджари, сохраняя свою субъективность, они чувствуют то же, что и Ратика по отношению к Кришне. Что Ратика чувствует Кришне? Что она чувствует? Какова глубина? Какова слава? Какова сладость её любви? Манджари это чувствует. И единственная возможность сохранить субъективность — это вот этот путь, путь Манджари. Он говорит, что мы не можем просто читать о это или думать о это. Мы должны оставить это. Мы должны оставить это. Мы должны оставить это. И как Махаправу, Кришна не может потерять свою субъективность, как Кришна. Кришне нужна, он хочет быть. Он должен быть. Он должен принимать этот манджари-мут и быть Махаправу. Потому что манджаристы, они единственные субъективности могут быть преимыщен, для того чтобы保身 Lyстик. И также чувствовать все, которые Ратика чувствуют. Где Махаправу пришли, чтобы получить этот манджари-баб, чтобы чувствовать всё, что Ратика чувствует, но же быть Кришне. Не забывай, чтобы полностью получить этот путь. Поэтому здесь мы можем только вот сюда идти, двигаться в этом направлении. В этом направлении. Это тот ответ, дорогой, который у меня есть, а другого ответа нет. Чтобы получить ответ, нужно войти в чувство, в чувство Манджари, чтобы пережить его. Я надеюсь, однажды это счастье случится со мной. Однажды я смогу пережить это, это счастье. И надеюсь на это. Я очень иду к этому, дышу этим. Он говорит, что мы должны испытывать это, чтобы получить ответ на все эти вопросы. Мы должны испытывать это, чтобы чувствовать это, чтобы чувствовать это, чтобы воспринимать это. Мы должны испытывать это, чтобы воспринимать это. И он спрашивает, и он спрашивает, и он спрашивает, что один день он может испытывать все эти вещи. И он ждет в этот день, когда он будет способен то, чтобы воспринимать эти эмоции и уничтожить все эти вещи. Простите, что я управлял вас только времени. Я хотел бы поблагодарить тебя, да. И вот чудесно, сладостно, спасибо, брат. Или, может быть, сестра. Я хотел бы тебе, знаешь, такое, у меня любимая песня есть, я ее случайно не увидел, услышал. Две строчки. Как бы, про кого и для кого, ну, как бы я, как для тебя. Да, хочу поговорить. Дыши прямо на меня твоей влюбленностью. Гляди прямо на меня с умолешенностью. Спасибо, Дамадан, чудесно. Спасибо тебе. Мы готовы слушать тебя целый зум. Так что ты это, у нас такой формат немножко меняется, я думаю, да, Галина Васильевна? У меня предложение такое, чтобы... Спасибо, Дамадан. Мне кажется, сам очень, ну, вкушает то, что вы... Все для нее, для нее. Спасибо большое. И наши молитвы, и все благословления тебе, чтобы ты, да, как ты хочешь, да, войти в эти кунжи. Знаешь, как я желаю преданным всегда это, ну, когда поздравляю, или они просят благословения, я говорю, чтобы наша с вами забрала тебя в кунжи, и уже никогда, никогда не отпускала. Даже никаких матерях мира, проповедь, так, что и вторая кальюга, никогда. Все. Вот это Дамадан, татаство. Рады, рады. Спасибо тебе, родной. Ты удивительный, Расик. Да, мы бы тебя слушали и слушали. Просто надо Расику, Гавида Бахиди, давать рот открывать, и все. Рады, рады. Спасибо. Как Шила Нарайна Махараш, Гурадев говорил, что Расагула, она всегда такая сладенькая, нужно ее просто надавить, ее взять, и все, из нее сок потечет. То есть нужно как-то обратиться, и все, и сок из Расагула всегда течет сок сладкий. Сора Даговинда, he was, and we were also here, Russians in Chad, very thankful for Damodar Prabhu to share his bhajan, to share his feelings and his pictures of his heart, his bhajan pictures. and Radha Govinda, he was singing some song, he heard, like it's a Russian song, some I think, like pop song, but very nice, actually, very nice feelings inside, and it's about Radhika's healing to Krishna. Тогда уж, раз я украл у вас столько времени, я украду еще несколько секунд и попрошу, раз уж так случилось, благословение всех преданных и Гуру Дева на то, чтобы заветная цель моей жизни была дойти. Ради, 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 ради. He's asking blessing from Guru Dev and from all Vaishnavas that the eager prayer of his heart, his dream to attain all these feelings and all these things, so please bless him, he's asking to bless him, to attain one day and go. Without living in the feeling, without living in the feeling, it not come from the heart, it comes from the heart when there are, I'm living in the feeling. When I live in the feeling, then it comes from the heart. Understand? Да. Да. Amodha, Prabhu, my Radha, Gvinda, is living in the feeling. So, my request next day, give the chance to Radha Gvinda to share his feeling. Wow, so beautiful. I'm very proud of that, Mother. Very proud. Rudev, actually, Radha Gvinda is sharing his feelings. We have an extra Zoom, Russian Zoom, in Monday. My God. Yes, very nice, like four or three hours. How I will understand? Because Google will translate me. You also want to participate? Yeah. Gurdew сказал, что он очень гордится Дамодаром и Radha Gvinda, потому что, говорит, я вижу, что у вас так много чувств, и он бы хотел, чтобы вы делились ими, и вот, говорит, Radha Gvinda, он должен делиться чувствами. Я говорю, так он уже делится, по понедельникам есть целый отдельный Zoom для русских. Он говорит, а как мне на нем присутствовать на этом Zoom, и кто мне переводить будет? Maybe if there is no chance for me, then he can come next Saturday Radha Gvinda. Да. Sorry, Guru Dev, it was interruption in Internet. Please, can you repeat? Maybe next Saturday Radha Gvinda can say. Gurdew говорит, что может быть в субботу в следующую Radha Gvinda вы сможете на классе поделиться тоже. Да, я, я. Отча, баба, thank you. Only Radha Gvinda. Я всегда готов. Only Radha Gvinda. Говорю, я тоже, я на одной игре вообще, я не могу выйти по несколько дней. Только благодаря зубам, что раз в неделю вы меня перетаскиваете на какую-то игру. Я такой, надо что-то сделать, надо адекват, у меня семья, город, хозяйство. А так я хожу и просто вот там раскладываю, да, Домодар, ты говоришь, прям, знаешь, по бриллиантам, как Дедима говорила, каждая пылинка во бриллиантам, не представляете, вот это сияние Домодарта, любви, она излучает каждый миллиметр. Представляешь, какая там, вообще, что это за место? Не представляю. Сколько бы не представлял, не смогу представить по всей полноте. Анатолий Говинда, он говорит, что наши zooms, это, как, для него, он медитает на один verse, на один picture, как, все week, и наши zooms двигают ему на другой verse, и, как, он становится нормальным, потому, потому, он есть, он есть, и все эти вещи, но, когда он медитает, он не знает, просто лила. So, наши zooms будут его снова, dragging его somewhere, он ист. Анатолий Баба Джи сказал, что это mental religion, from mind Продолжение следует... Гурадев говорит, что Ананта Дас Бабаджа Махараш утверждает, что Бхакти — это ментальная религия, то, что происходит у нас в уме. И я вижу, что Дамодар и Радха Говинда полностью сосредоточены. Что документальная религия, он говорит, что это полное сосредоточение, однонаправленное на Радике. И я вижу, что наши ващнавы, Дамодар и Радха Говинда, что они полностью сосредоточены, что их умы полностью зафиксированы на Радике. И я, говорит, сегодня очень наслаждался этими беседами. Говорит, мне, наверное, стоит выучить русский, чтобы я мог свободнее вас слушать. Бхакти, скажите, что я это самое, я самая последняя топливая кандидатка. Я по его стопаду. Только по милости Садху Махараджу. У меня в моей жизни был Гавархан Бхакти, Пран Кришна, Ананта Дас Бабаджи, Шила Прапупада. Радха Говинда говорит, что он последний кандидат, чтобы быть в Манджаре. И все, что происходит в Манджаре, это только потому, что происходит в Манджаре, Шила Прапупада, Шила Ананта Дас Бабаджи Махараджа, of you, Гурудев, and of Gavarshan Baba, Бабаджи, from Radha-Kund. He used to live with him for some months. So it's also their mercy. He has these some feelings. Beautiful, beautiful. Я, говорит, очень горжусь Вами, во имя. I love you, Guru Dev. I love you, Swami. Swami loves you, so everybody loves you. I love you, Guru Dev, can you repeat, please? Swami loves Radha Gavinda and Damodha, so everybody loves them. If you are not going to love Radha Gavinda and Damodha, then everyone will love you, then everyone will love you. Yes. I love you. It's done. I'm glad to have you. Thank you very much Damodha Gavinda and Damodha. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I'm going to molly. I'm going to praise you. 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 But, remember, you know, buildings of this emotions, Damodha, you can't see you, that's the goddess, you're Roman, you're an female princess, who you've got to love. The goddess of this, she's an emotional princess. You're on the edge of the body. Спасибо, японские, японские, депутаты, спасибо, рады, рады, спасибо, гуру Дэв. Это дано дано дано-IT", это дано дано дано-ит, дано дано. Городев говорит, что это состояние называется Бава-Авеша, когда эмоции, чувства духовные зашкаливают буквально, и человек буквально как сходит с ума, он в состоянии Бава-Авеша. Я нормальный, Говида Бахи, не скажите, нормальный. Я уверен в этом, не буду переводить. Я тоже думаю, что мы в состоянии... Мы все сумасшедшие здесь, и так это прекрасно. Их кара с вами, представляете, это вот Гуру Шикши Прапупа. И он говорит... Переводом перебил меня, Говида Махини. У меня очень плохой интернет, я вот... Я, говорит, безумец, это речи, говорит, а он рассказывает игры Читания, Гауранги, Ничананды, вот игры Радхи Говида. Он говорит, мои речи безумные, говорит, все, кто меня слушает, вот вы меня, западным ученикам пропадаете, и вы тоже станете безумцами. Я хочу... Вы обидуете от этих эмоций. Вот о том, о чем ты, Бабрат, сегодня нам чудесно вообще прокатил. Спасибо тебе большое, рады, рады. Это вашими молитвами, вашими молитвами только, это возможно. Дал мне сегодня глоток, на неделю еще, чтобы дышать вообще в этом безумном. Я как волонгист, удыряю тебя на бочку деревом. Я так же говорю, что в Бабхупаде, Шила Бабхупада, что те, кто слушает меня, будут полностью crazy, полностью багалов. Он назвал это баба вещь, тоже. Да, это было. Когда вы читаете Бабхупаду, вы будете реализовать как он, в детстве он говорит. Бабхупад, в книге, практических, книг, книжках, книжки, в книжках, книжках, you're not translating чем больше вы будете слушать больше будет читать спасибо благодаря вашей милости слова моего гуру о моей гуру Манджаре они начали раскрываться они начали расцветать я об этом говорил в своем поэтическом послании это удивительно это удивительно что с вашим приходом в мою жизнь то знание которое было сокрыто в книгах моей гуру Манджаре моего дорогого учителя стало раскрываться он стал еще ближе еще роднее еще 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 непостижимее для меня меня мне желаются очень я очень счастье Продолжение следует...